Привет, друзья! Как выяснилось недавно, среди вас есть те, кто со мной здоровается каждый раз. И вам отдельный привет. Другие в комментариях часто сетуют, что мы почти не берем темы российской действительности. И вот как раз в сегодняшнем выпуске мы и затронем вопросы национального IT. И чувствую, выпуск соберет больше дизлайков, чем обычно, ведь у нас принято ставить дизы тем, кто не хочет хейтить Эльбрусы и Байкалы и устройства на их основе. А между тем новый, так называемый, вычислительный комплекс, а по-простому ПК, даже мини-ПК, на базе Эльбруса вчера вновь стал центральной новостью российских сайтов. Цены сравнивали и с iMac, и с высокопроизводительным ПК на базе не вышедших еще Core X Series и прочим серийным железом. Вспоминали про попил бюджета и все прочее, что обычно сопровождает незримой аурой продукцию МЦСТ. При этом все, как обычно, переврали. МЦСТ представили некий Эльбрус 101PC на базе одноядерного процессора с 3D-ускорителем и поддержкой дисплеев 4K. По заявлению компании, это модуль для управления промышленным производством, для установки в транспорт и прочее спецприменение. При этом его попутно называют заменой для зарубежных компьютеров в ведомствах, что вводит в некоторое заблуждение. Цена на все 130 тысяч рублей за тестовые образцы. Да, это много, но это штучный товар. Цена серийной модели не называется. При этом помните Эльбрус 4С, который не так давно обсуждали на каждом углу? Вернее, его цену 200 тысяч рублей. Так вот, теперь, когда запущено серийное производство, Эльбрус 4С стоит уже 70 тысяч рублей. Дорого, конечно, но и реализует не миллионами штук. Более чем в два раза цена снизилась при партии всего 10 тысяч штук. И не разобравшись, некоторые сайты присвоили цену 70 тысяч рублей серийному Эльбрус 101. Но это не так. Серийная цена еще не называлась. По поводу сравнения с iMac'ами хочу заметить, что если iMac'ов выпустить всего 100 штук, то и цена на каждый будет многократно выше. Все дело в массовости производства. От нас, обычных пользователей, спроса на Эльбруса не дождешься. Что вполне естественно при такой цене и ограниченному сценарию использования. Вот и остается распространять по ведомствам, где такие или подобные решения нужнее всего. Им там не надо в игры играть и 3D-рендеры делать. Вспомните недавнюю атаку WannaCry, которая показала, как легко можно нарушить стабильность работы даже госведомств. И решения на базе эксклюзивной платформы смотрятся уже как необходимость. Хотя, признаться, было бы желание, и никакие Эльбрусы не помогут. Проще от сети всех отключить. Но, как вы понимаете, это не выход. Кстати, как бы вы отнеслись к финансированию национального ПК на краудфандинговой основе? AMD спалились. Теперь можно быть почти на 100% уверенным, что слухи о новой продукции они распускают сами. Ведь то, что запустили не они, и это не соответствует действительности, они отрицают иногда настолько быстро, что не успевает и дня пройти. Давайте вспомним период до выхода райзенов. Прошел арабский слух, что никаких шестиядерных райзен 5 не будет. Можно было подумать, что корни этого слуха сама Global Foundries. Но уже на следующий день посыпались опровержения самого высокого уровня. И прошел ряд новых утечек, уже с ценами и прочими подробностями, в которых фигурировали шестиядерные процессоры. Я думаю, эти магазины утечки были запланированы, но пришлось их сдать раньше срока. Теперь реакция на схематичное изображение веги поступила так же быстро. Нет, друзья, это не та схема, которой стоит доверять. Не могу, кстати, припомнить, чтобы Nvidia также реагировал на предположения СМИ. И, наконец, последовал ряд заявлений от AMD, где они убеждают, что снижение цен на Ryzen 7 — это не их политика. Они не планировали никаких снижений, и 3Dripper тут ни при чем. И что это инициатива отдельных магазинов. Но смотрите, как синхронно они снизили цены. Не берут, что ли, Ryzen 7? Или Ryzen 5 1600X получился настолько хорош, что брать 1700 и тем более 1800 для большинства пользователей нерационально? Вот и залежались они в магазинах. В любом случае AMD не хотят, чтобы потенциальные клиенты и инвесторы видели в их подходе политику слабого игрока рынка. Кстати, между делом выяснилось, что и Intel официально не снижали цен. Помните, перед запуском Ryzen снизились цены на некоторые процессоры Intel? Так вот, сегодня Intel отрицает, что это был их ход. И, возможно, так и есть. Крупные торговые площадки самостоятельно принимают решение, как им повышать спрос на продаваемую ими продукцию. Почти все нововведения в России, которые не получают должного внимания со стороны общества, начинают распространяться иначе, на уровне госпрограмм. Карта Мир не избежала такой же участи. В ряде случаев она теперь будет двойного назначения. Для студентов это будет зачетка. Карту привяжут к зачетке. И пока непонятно, какой дополнительной функциональностью она должна обладать. Если есть уже электронные журналы, дневники и зачетные книжки. Разве что идентификация. Представляю, как полученные за экзамен баллы студент сможет обменять на мясо или лапшу в магазине. По аналогии с баллами для неимущих. Предполагается, что на карту Мир официально признанные неимущими смогут, если закон примут, получать некие баллы, которые в магазине можно обменять на продукты. А обналичить нельзя. Похожая программа есть и в США. А в Дубае документы интегрируются смартфоном. Теперь данные паспорта можно ввести в специальное приложение один раз. И в аэропорту, проходя через специальный турникет, приложить смартфон и палец, чтобы система убедилась, что смартфон прикладывает владелец. Так регистрация сокращается всего до десятка секунд. Пока это работает только для жителей Арабских Эмиратов. А в целом, думаю, решение может получить распространение и в других странах. И на сегодня все, друзья. Пока!